И дольче это сладкий, а габбана и мягкий Видишь, я ее наизусть помню, да? Здорово, пацаны! Здорово! Вижу, у вас рабочий процесс идет полным ходом Итак, вы, собственно, группа Шляпа, да? Так и есть Дмитрий и Кеша Дольче и Габбана Кеша, в двух словах, как ты познакомился с Витером Боза? Я уже говорил, что для меня изначально Витером Боза был медийным персонажем Я слушал, собственно, группу Адовый мужик Который наткнулся в интернете, ВКонтакте Затем постепенно там спрашивал у людей Смотрел видео, перешел на Алкобатеньку Ну и вот, по переезду в Орел Первым делом решил с ним познакомиться Ну, понятненько А это кто у вас? Тургенев? Тургенев Иван Сергеевич Дмитрий, Дмитрий, можно вас? Ну, а вы, Дмитрий, скажите Как вот вы познакомились с Рэмбой? Сколько вот тебе лет было? При каких обстоятельствах? Ну, было мне лет Сколько я себя помню Мало, сколько в школе мы вместе учились А при каких обстоятельствах? При Легендарных Ну, Виталик был известный человек в школе Очень, очень Отличался от других И вот, и все И его все знали Ну, как бы А чем отличался ты от других? Своей необычностью Неформальностью И Легендарностью А вот какой он человек был? Добрый, злой, жадный Отзывчивый Ну, вот вообще Его душевные качества Вот какие вы Вот можете назвать? Я думаю, что он никогда вообще В жизни никого не обидел То есть такое представить даже невозможно А ты, Кеша, как думаешь? Твое впечатление какое? Ну, я думаю, он Он все-таки был такой жизнерадостный человек Не смотря ни на что То есть шел по жизни с улыбкой на лице? Да, да, да Ну, а вот как к нему относились вот другие люди? Ну, обычные люди, допустим, так Нетворческие там, соседи вот Гопники с района Как к чудаку Как к чудаку, да? Ну, к такому Визобидному чудаку Как к нам У нас всегда были всякие там Чудаки Чудаки есть везде Ну, а вот почему тогда Рэмбо был такой статусной личностью Вот в плане рок-музыки Ну, это вот вы, Дмитрий Его знаете с детства Это как бы больше к вам Он был в центре Тогда же Те времена еще советские Тогда же Очень Сложно было С записями С приличными То, чего хотелось То где-то что-то Ну, и вообще не было никакой информации А вот он был источником этой информации То есть он куда-то там на горбуху, наверное, ездил Ну, были кассеты с самыми экзотическими записями Там было написано Property of Rambo А, то есть он даже так Это было значит Ох, это значит слушать невозможно Ну, в чем невозможно Ну, обычному, не подготовленному слушателю Я понял, то есть это не дискотека была Ну, после Дипешмода слушать на Palm Dead невозможно Там написано Property of Rambo Ну, а вот к вам вот Я не знаю Иннокентий, может, и не знает А вот ты, наверное, должен знать эту информацию Вот скажите мне, Дмитрий Как вот Виттер Рембоза связался с Жириновским? Ну, он был в движниках Когда работал на Вабанке на телевидении То есть это была Как сказать, ну, элита, не элита Но сливки такие Интеллигенции Ага Показывали, он был на телеэкране Виталик Там у него были всякие знакомые В будущем ставшие мэром Всякие ступины там эти Муравины Ну, а каким образом он в Жириновский на него обратил свой взор? Ну, видимо, вот тогда он был на волне На пене волны Ага Я не знаю Но я не удивлен, что он там с Жириновским Баллотировался в депутат Да, это было все в то же время То есть не удивлен, да Почему нет? То есть это вообще было неудивительно Как бы он был в статусе Такого интеллигентствующего, блин Ну, если по пятницу выходила передача И все время Рэмбо был на экране А, вот в чем дело То есть, короче, каждую пятницу Чаще, чем Ельцин, может быть Каждую пятницу народ видел У Виталия Кушнерчука у себя на экранах телевизора Да Круто Круто, круто А как он вообще туда попал, на это ТВ? И кто его вообще поставил редактором программы? Ну, я тоже не удивился, что он на ТВ Там же музыкальная передача А он был, как бы, носителем музыкальных Музыкальных всех Музыкальнейших Музыкальнейших музыкалей Самый музыкальный из всех музыкантов То есть, короче, он рулил новинками рок-музыки, да? Да Да, и больше, и больше негде было взять-то Потом уже, да, что-то начались Ларки с кассетами Но это было потом Ну, понятно Ну, то есть, это можно сказать, что вот Рэмбоза, он был культурным, образованным человеком, да? Не то слово То есть, в любом случае, в плане музыки, музыкальной музыки Он был очень образован музыкально Музыкант То есть, он там по андеграунду шарил очень так здоровски, да? Ну, я был маленький Когда вот музыка, где же ты, за деньги его записывали не у него, а у Цибы, у Игорька У Цибы аппаратура стояла, там, необычайная, там, просто, как в студии Фантастическая Зачем он ее набрал? Наверное, бизнес хотел какую-то мутить И мы за деньги записывали, он нам бобины, катушки записывал И за ним стоял, все знали, что там Рэмбо стоит за ним О-о-о Всем рулит Рэмбо Ну, смысле, как продюсер, как разбирающийся человек Я понял Я думаю, что он это все делал безвозмездно и безденежно А Циба за деньги Ну, а вот на ваш взгляд, вот парни, как вы думаете Вот, Витар Рэмбо вообще предполагал Вот, что он доживет до 50 лет Вот в 90-х, вот он предполагал, вот вообще, что он до полтинника доживет Вот, или тогда вообще об этом никто никогда не думал в то время Ну, не, ну тогда умирали просто пачками Ну, я поэтому и спрашиваю, как вот ты думаешь Вот он вообще думал, что он доживет до полтинника Ну, особо тяжелым наркотежем не увлекался Который вообще соусит 100% Я думаю, о чем, а кто, о чем, а кто думает, о чем Ну, вот это, живи-быстро, умри молодым Да, типа того Ну, это и сейчас есть Если кому там по 15 лет, они тоже у них это в голове Ну, у некоторых в голове момент амора, там, все дела, там, думая о смерти Момент амора, да Как-то так Ну, что по циклодовым особо, а вообще ни о чем не думаешь Тем более о аморе То есть, короче, смотри Я просто хотел с такого плана вопрос задать Вот, по твоим меркам, он жил одним днем? Сжег свою жизнь? Или как бы все-таки задумывался о чем-то? Он же был умный Я не могу сказать, это такие вещи глубокие Мы с ним об этом не говорили точно Он для меня был, как говорится, який ангел Но он никого, то есть, никого Я представлю себе, не могу, что он кого-то вообще обидел чем-то Хотя бы с кем-то там он по Когда-то, допустим, ну, всякое бывает у всех Но я не могу представить, чтобы он скандалил с кем-то Или там, ругался То есть, ну, это за всем К нему нет И вот, и сколько пришло людей на похороны Да, пришло довольно-таки много Ну вот А вообще, Дмитрий, вот эти вот картины сами все нарисовали? Нет, это дочка Женька А ваша работа где? Вот, а вон одна Вот Вот это, да, ваша работа? И сколько примерно времени уходит на такую работу? Месяц? Месяц, да? А вот эта вот сейчас работа? Это Эмбария отдал, это ему очень нравилось Портреты, по-моему, даже от отца его по наследству Это я забрал у Коли, у друга своего Ну, лучше Прям как ярое локо Смотрит строго Ну, не знаю Ну, это не икона, но какой-то пантрет Ему очень нравилось и как бы мне дорого Очень выразительно Да, очень-очень, глаза со мной Строгие А вот эта вот у вас тарелочка висит на стене Это что-то? Это же на память о друге покойному Саше Бэтмене Он мне удавал, чтобы я на ней какой-то немецкий руну какую-то нарисовал Он увлекался нацистской символикой Ага И я так и не нарисовал, а тарелка вот висит А его уже нету, да? Его нету, да Понятно А вот это что за книжечки у вас тут всякие? По художественному, да? А икона была А, все, я понял У вас так довольно интересная квартира, Дмитрий Кругом образа всякие Почему цветы не поливаете? Этот засох А рядом вот высох Потому и засох А вот это вот декабрист Вот этот цветок декабрист Вот у Виттера Рамбоза был на балконе декабрист Он у него, я помню, к нему зимой заходил Цветет Он цветет такими красными маленькими цветочками Прикольно А еще у него дома был вот такой-то вот кактус здоровый Мы все грачу его говорили Когда грачу дашь кактус съесть? Он жалел, говорит, мать заругает Как-то так А вот это герань Попробуй, очень вкусно пахнет Я знаю, у меня Мой любимый запах Нет, вот эти тонкие листья сверху Ну что ж, я не знаю Вот она, вот она Что вот это за растение? Я все хотел узнать Вот это вот Называется обезьянный хвост А как по-латински, не знаю Крутая штука Да, у меня в детстве такая была Она в детстве такая Веловатая Веловатая Надо землю менять Ну когда-нибудь разрастется, дашь мне обезьяньего хвоста чуть-чуть Да, он, кстати, если ухаживать Вот в Гене, там он у него уже по полметра вырос Там крутая штука Быстро растет, если земля свежая Усовский употребляет Только в целях технических Технических, да? Понятно Но все ушло внутрь Красочки у вас тут всякие А вот это вот что за интересная штучка у вас? Да, надо, сейчас я, мне пора Сейчас я покажу Чего там такое? Что делать-то надо? Технологию изготовления красок Ну-ка покажи Тысячелетнюю Тысячелетнюю технологию Без брехни Красок Натуральные пигменты Вот киноварис С артутью Очень вредная Киноварь, да? С артутью Не бабахнет, нет Нет, она тихо Тихо меня отравляет Да? Да А вот это что? Это эмульсия на яичном желтке Круто Исконно Древне Византийская Это курант называется Вот так это растирается Ага Ну вот и краска Ну это вот Это хорошо трется А есть камни, которые Допустим Девушка не может растереть Потому что надо с силой Иногда вот так трешь Если грубый помол Ну допустим Вот это твердое Это вот этот Афганский лазурит И тут представляешь Что так трешь И искрые такие Испадите Под стекло Да? Да Круто Ну здесь не будет искр Ну в общем И сколько тереть так надо? Все Она мягкая И вот ей можно образа рисовать Нужно Круто слушать Ну все Да воняет уксусом Можно напевать делать И еще хуже воняет Да? Да То есть здесь вот яйцо с уксусом А еще на пиве можно делать Или на вине И еще противне воняет Лучше с уксусом Как в наркоманской лаборатории Понятно Не все так просто Слушай Я думал обычной красочки купил Да и все А вот этот ургенево Не ты написал? Нет Нет? Это автопортрет Это он сам себе написал Да Музейная вещь Музейная? Портрет только Он уже обожигал еще смотреть Где? Вот это же выжигалка Ни хрена себе Круто слушаю Маленький тургенев взял Выжигал все сидел С нянечкой Ну ты на раз Себя старым изобразил Ну ты на раз Скажешь сейчас А выжигал? Он же выжигал Выжигал Выжигателя Гном? Какой гном? Выжигатель Гвоздем На костре накаливал И выжигал У меня в детстве был такой выжигатель Гном Камин у него был На камине он накаливал гвоздь И выжигал У меня в детстве был такой выжигал